Продолжаем наш вечер. Вечер сегодня обещает быть томным, потому что мы будем говорить о самом человечном. У меня в общем в гостях сегодня две очаровательные дамы. Давайте я вас представлю. Первая у нас Татьяна Сафронова. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер. Анатолия у нас. Я могу то поучиться, то и не поучиться. Ничего страшного, хоть как. Да. И рядом со мной Анастасия Саражакова. Анастасия представляет клуб по месту жительства Чаро Дей. Не перепутала ничего. А Татьяна представляет клуб по месту жительства Радуга. Так вот вы наверное по ту сторону их сейчас удивитесь, почему я говорю про старость, про то, что вот это лучшее время жизни. Потому что будущего уже практически нет. И надо жить здесь и сейчас. А у меня сидят вот, ну извините, дамы на выданье практически. Почему вы у нас, какое отношение вы имеете к тому дню пожилого человека, который мы будем отмечать. Мы старшее поколение будем отмечать уже через пару дней. Ну то и в субботу. Ну наверное потому, что мы работаем в городском общественно-культурном центре. Это клуб по месту жительства. Да. Это клубы по месту жительства. И на базе наших клубов у нас есть такой отряд серебряных волонтеров города Абакана. Вот отряд САВА. Аббревиатура такая, да. Ну САВА переводится серебряный отряд волонтеров Абакана. Маленько по другому, да. Серебряный отряд волонтеров Абакана и их лидер. Наш директор Нина Федоровна Чаптакова. Да, она должна была быть сегодня у нас в студии, но Нина Федоровна пишет документацию, оформляет. В общем они едут защищать какие-то супер-супер проекты и возможно получат финансирование федеральное. Правильно? Ничего не пересчитывают. Да, да, да. Но когда вернется с готовым проектом, мы обязательно и с Ниной Федоровной поговорим в этой студии. А вы согласны со мной, что старость это лучшее время, потому что эти люди могут, ну вы же с ними общаетесь, да? Да. Могут позволить тебе жить и здесь, и сейчас, потому что впереди у них смерть, откладывать жизнь, ну как, впрочем, у нас у всех, больше некуда, и надо брать вот прямо сейчас все от жизни. Правда? Это цинично, я понимаю, звучит. Что думаете вы по поводу такой ужасной философии? Ну вот я, например, думаю, что это надо в любом возрасте, не только в старости. Надо жить на полную катушку с самого детства, я бы так сказала. Да, но в детстве, юности там. Ну это просто не понимаешь, видимо. Мы все-таки думаем, что ой, еще все успеем. В молодости думаешь, ой, еще успею, еще успею, а потом, а время очень быстро летит, очень быстро летит. Вообще кошмарно. Тебе вроде недавно было 30, потом 35-40, а сейчас 45 уже. Таково 30, недавно еще 18 было. Да, 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 и получается, что время очень быстро бежит. А они, вот эти наши любимые совушки, наши любимые пенсионеры, они это ценят, они ценят вот это время. И они реально готовятся к нашим каким-то мероприятиям, нашим репетициям. Они заранее готовятся, они приходят к нам как на праздник. Может, им потому что они одинокие, нет? Может быть, да, где-то и одинокие. Где-то уже дети взрослые, внуки взрослые. И они уже сильно особо могут, уже не нужно помогать им, уже дети сами взрослые. А в то же время им нужно общение, общение. Они приходят с общением. Они приходят, человек 15 в мою Ладу входит. Лада это что? Лада это вокальный ансамбль, песни именно для пенсионеров. Называется Лада. Они приходят, они поют, час-полтора поют, потом просятся, можно мы чай попьем? Я говорю, конечно, можно. И они сидят, общаются, еще часик пообщаются, потом уже уходят, уже наполненные вот своей такой положительной энергетикой, общением. И счастливые уходят уже. И это прекрасно, потому что, ну вот смотрите, как бы мы не любили своих вот стариков, как бы мы не любили своих бабушек, родителей там. Но и на раз, ну настолько вот они своим общением могут как-то зададить, что охота и отдохнуть. А им-то все равно надо общаться, поэтому, наверное, хорошо, что существуют такие клубы. Ну вы сказали, у вас 15 человек, у вас? Ну у нас они просто ходят все в клуб. У меня тоже вот с 1 октября будет творческая среда в клубе «Радуга». Вот, и будут приходить ко мне на мастер-классы. Сколько их будет? Ну обычно 12-15, так у нас и не ходят. Ну вот видите, какое это все-таки мизерное количество по сравнению с тем, сколько у нас стариков в городе? У нас есть и массовые мероприятия, в которых они принимают участие. То есть мы не раз с ними выезжали в поездки, например. Они у нас выступали как гиды в поездках. Нет, это я все понимаю. И сами выезжали отдыхать на природу с ними? То есть весь отряд собирали и ехали? Я немного чуть-чуть не об этом. Кстати, дорогие наши люди серебряного возраста, я знаю, что вы, немалая часть наших зрителей, звоните, соглашайтесь, не соглашайтесь с нами, 22-41-18, рассказывайте, что чувствуете вы. И, ну они могут обижаться сейчас на мои слова, но это не в обиду вам, ни в коем мере не хочу сказать. Но старость ведь она на самом деле ужасна, потому что старость это немощь, болезни, это увядание кожи, это была красота, которую ты, глядя на себя в зеркало, хочешь вернуть, а это уже невозможно. Некоторые начинают переусердствовать, и просто я знаю много таких людей, которые на этом зацикливаются и делают из своего лица, ну, безобразную пародию на себя молодую. Вы вот по поводу того, что старость, она ущербна, что скажете? Я вас на провокацию ввожу, милые дамы. Ну, я не знаю, у нас, я не наблюдала такого в нашем сообществе сова, потому что они какие-то все очень такие зажигательные, все такие молодые, кажется. С ними молодеешь душой, они друг на друга, видимо, смотрят и выглядят все очень прилично, никого такого вот нету, чтобы так... Они на позитиве, они несут позитиве. Все достойно выглядят, надо сказать. Нет, они очень... Слушайте, но жизнь-то у них была, не дай бог, никому это вот пройти все. Не самые лучшие годы жизни страны они достали. А когда у нас в стране были хорошие годы, так скажем? Это риторический вопрос, да. Ну, у нас... Трудностей-то не хватало. Всегда хватает трудностей, но они всегда очень-очень. Вот когда мы станем старыми, мы тоже будем говорить. А у нас 90-е... Нет, мы не скажем, что мы старые. Самые замечательные годы, а что плохого в 90-е? Ну, там перестройка, непонятно ничего. Зато миллионы получали, вы были миллионерши? Были, были, были. Вот, вот, мы все будем сказать, мы были миллионерами. Или получали зарплату пряниками, такое тоже было. А у нас была отоварка вообще в аптеке? Представляете, в аптеке отоварка. А мне мама, мама с папой на свадьбу откладывали денежки мне. А вот у нее от свадьбы не было? Да, откладывали, откладывали, потом... И раз, это дефолт. Мне было 18 лет. И мама такая говорит, ну что, твоя тысяча, которую я откладывала тебе 10 лет, превратилась в 100 рублей. И на эти 100 рублей я пошла, сходила, купила книжку. Да. У меня есть такая книжка. Свадебное платье, да, книжка? Да. Ну, зато книжка загреляет. Да, конечно, книжка живая до сих пор. Так, Татьяна, вам передают привет уже. Да? Думаете, я вот так смотрю. Татьяне привет от Елены Юрьевны. Может быть, знаете такую? Так, Елена Юрьевна, надо вспомнить. Надо подумать, да. Елена Юрьевна, позвоните и передайте привет. Да, лично. Не стесняйтесь, заинтриговали. Я же не знаю, можно ли надавать вашу фамилию в эфире или нет. Потом дали, предъявят, предъяву. Ну, предположение есть. А хорошо, вот к вам приходят вот в клубы по месту, как... Жительства. Жительства, да, пенсионеры. Ну, это же все равно большая ответственность, а они не все покладистые люди. Как вы их занимаетесь, чем развлекаете? Или их не надо, они сами что-то находят? Их не надо развлекать. Они... Сами предлагают. Они сами предлагают, да. Чем заняться. Давайте вот это, давайте это, давайте это. Ты думаешь, откуда столько всего? Они очень много знают, они начитанные, они такие умницы. И они приходят уже, вот давайте вот это сделаем. Со своим багажем, в общем, да. Да. А для кого делать, если они все и так знают? Ну, вот они, например, приходят, у меня будет творческая среда. Угу. Вот, и будут приходить они и дети моего района. Они будут взаимодействовать между собой. А детям с ними интересно, разве? Вы что, знаете, как интересно. Вообще, я заметила, вот столько лет тут работаю, я заметила, что дети очень хорошо взаимодействуют со старшим поколением. Прямо вот ходят. Бабульки же всегда ворчат. Нет. Не так выглядите, не то, на ныне. Нет, 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 нет. Ну, а для чего тогда мы, если вдруг заворчали, мы тут как тут находим общий язык и с теми, и с другими. Дети тоже иногда бывают, ой-ой-ой. Да, еще те. Вот именно. Ну, сейчас на Западе пошла мода, что прямо бабушек берут в семьи. Тоже же? Чужих бабушек? Да, да, да. Я недавно читала в интернете, что прямо с домов престарелых берут бабушек, ну, знакомых. Ну, как дети, да? Да, 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 да. И получается, если в семье есть дети, ну, там, из школьного возраста, берут прямо... А хорошие дети, если бабушка в разуме, да? Да, 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 да. И это я читала. И ей хорошо, да? Я читала в интернете, что семья взяла, и за этой семьей следующие семьи стали брать. Потому что дом престарелых, это же все равно закрытое помещение. Да, да, да. А наши дома престарелые, при всей заботе, но все равно они. Берут в семью бабушку, да, и бабушка там с внучками, с этими детьми школьного возраста спокойно, прекрасно ладит. Это можно... Хорошая бизнес-идея даже. Да, да, да. Вот, когда вы нам иногда по утрам, у нас по утрам основная аудитория людей за, ну, серебряного возраста, звонят, говорят, надо бы вот в Абакане сделать такой дом престарелых. Да, я бы там свою квартиру отписала, там еще-еще, чтобы у меня была маленькая, но моя комнатка, чтобы я одна там жила, и за мной присматривали, я готова там отдавать большую часть своей пенсии, завещать там свое имущество. В принципе, идея хорошая, но мы понимаем, что нескоро она в Абакане осуществится. А вот эта идея, что вот забирать в дома, ну, это тоже сильно большая... Ответственность, конечно. Но зато представьте, дети, вот эти дети, у этих детей, да... Особенно у которых нету бабушек. Да, нету бабушек. И раз, появляется бабушка, и бабушки на ночь сказки читают внукам вот этим детям. Да, я не знаю, какую бабушку попадешь. Ну, да. А то дети будут бабушки сказки-то читать на ночь. Ну, бабушка, она все равно воспитывается уважением к старшему детей, понимаете? Это же здорово. Так, у нас есть сообщение от Софьи Афанасьевны. Это наша постоянная телезрительница. По-моему, юбилей был, да? Ну, день рождения точно был недавно. Ну, вот юбилей, вот это, по-моему, был у Софьи Афанасьевны. Тоже теребряный возраст. Добрый вечер, ведущая клубов досуга возрастного поколения. Вы не ведущие, вы методисты, да? Или как это правильно называется? Ну, да. Специалисты. Специалисты. В общем, главное по бабушкам. И не только. Да. На условиях это так называют. Спасибо за слова нашей смерти прямо в начале передачи. Ваши года скоро подойдут, тогда поймите и нас. Спасибо девушкам за их работу и заботу о нас. С уважением Софьи Афанасьевна. Софья Афанасьевна. Ну, да. Я специально эту провокацию запустил. Но это ведь правда. Мы знаем, что мы все умрем. Можешь я завтра уже не проснусь. А в чем прелесть возраста вот серебряного? И в чем позитив я в этом вижу? Что вы знаете, что уже смерть не за граммой. Вы готовы к ней. И вы можете жить здесь и сейчас, получая от жизни все, что вы можете себе позволить здесь и сейчас. Не откладывая это на завтра. Это не в том, что, ах, да скорее бы вы умерли. Нет, ни в коем случае. Вы что, Софья Афанасьевна? Это просто, это жизнь. Мы все умрем рано или поздно. Почему и дети не боялись смерти? Потому что они к ней готовились. В любом возрасте душа у человека молодая. То есть он там внутри? Какой-то еще молодой ему 18. Да, да, да. Давайте поговорим о мероприятиях. Вы же все равно огромную работу ведете. Кстати, незаметная работа. Вы так редко у меня бываете. Я вот даже... Я помню, у меня был один человек. Ну, по-моему, не вы, хотя похоже. И все за эти 4 года из клуба по месту жительства. Ну, зовите нас, приглашайте по счастью. Так вот, позвал. Вот, позвал. Ну, вы, я вижу, отобрали жилеты у клуба сама, да? Ну, да, они у нас есть, да, да, конечно. Ну, а кроме того, что вы работаете с людьми этого возраста, а что еще в ваших? Вот клуб Чарадей, клуб Радуга. У нас сколько вообще этих клубов? Хоть много? 7 клубов по месту жительства. Достаточно, конечно. Вы район Наутиуса, вы район Трудовой. И отчитывайтесь о своей работе. Ну, работаем с населением активно на детские каникулы, работаем с детьми. Для них всякие у нас мероприятия проходят. Они скромничают сейчас, потому что до эфира, та же Татьяна мне говорила, что вот наши бабушки учили детей тем играм, которые они теперь не знают, погрузившись в свои гаджеты. Какие вы игры задучивали, они вернее остались? В парке Орленок вот в летний период мы играли с детьми. Это уже у нас не первый год такое. Дворовые, играем с пришкольными лагерями, собираются они там в парке Орленок. И мы с серебряными волонтерами играем с ними в игры, в дворовые, которые какие-то давно забытые, какие-то вспоминаем, и новые. И играют. Классики, скакалочки, резиночки. А что в классики сейчас уже не играют дети? Нет. А вы знаете, сколько видов классиков было? У нас целый фестиваль классиков. Да. Разные виды. Там очень много разных видов. Прямо детям очень нравится. То есть вот, ну, считаю, что детям интересно. И вообще их надо как-то вытягивать из интернета. А на свежем воздухе как раз чем заняться? Поиграть. Давно знакомые игры. Особенно в таком погоде, как сегодня. Слушайте, ну вот мы в основном говорим же о бабушках. А где наши дедушки? Вот на ваш взгляд, где они? Почему-то вот когда танцы под духовой аркетер, у нас там каждый мужчина на вес золота. За него идет борьба. Вот эти хоры, которые к нам, хоры, да, приходят к нам выступать сюда, в эту студию. Там тоже единичный случай появления мужчины. По-моему, один мужчина на два хора есть. У нас такой товарищ работает. А где они? Ну, я отомневаюсь, что они в тени дожили до этого возраста. Нет, они просто более застенчивые. Да, они более скромненькие. Скромные. Они по домам сидят. Ленивые? Ну, нет, они скорее не ленивые, а просто стеснительные, так скажем. Стеснительные, да. Но они все равно всегда все знают. Их не так много активных. Где, что происходит, они всегда все знают. И вам не удается их вытащить. Да, затянуть их очень сложно. Завтра к трём часам мы все идём на концерт в АДМ. И там есть мужчины по списку. Где, кто идёт на концерт, у меня есть список. А у вас бывают вот эти романтические страсти, когда там евность, любовь? Бывает, бывает, бывает. У меня, Владушка, бывает. Все бывают, у всех людей. А пары создаются уже? Да, да, и пары тоже создаются. Слушайте, ну, это страсти. Да, они уже в таком интересном возрасте же. И они это всё равно, они друг друга где-то там находят. Ну, а то вы уже сказали, что завтра в АДМе большой концерт для старшего поколения. Но там только по приглашениям, да? Ну, мы идём по пригласительным. Нас там где-то 40 человек. Ого. Да. Но ещё завтра же, по-моему, когда ты южный, звоны выступают? Ну, туда что-то мы не слышали. Что-то у нас пригласительные были. Ну, они, видимо, для... Ну, там же молитвы. Для своего, наверное, района. Там же небольшой, да. А вы участвуете вот в этих городских мероприятиях Дню пожилых людей? Конечно, у нас внутри. Расскажите, что будет, потому что сегодня у нас спрашивают. Хотя наша полная программа этого праздника опубликована в газете Абакан на 4-й полосе. Там все мероприятия указаны. Если кто не знает, смотрите. Ну, и вы расскажите. Ну, вот серебряные волонтёры конкретно будут участвовать, например, тоже в КДЦ «Красный Абакан». Завтра у нас мероприятие. В 12, да? Да, в 12 часов. Спортивные игры. А в 3 часа в ВДН. Стоп, 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 какие спортивные игры? Ну, тяжело же уже. Нет, там есть очень активные. Очень весело, здорово. Очень активные активисты у нас есть, которым по 7-10 лет, которые еще катаются на горных лыжах. Есть такие. Угробики людей? Нет. Нет. А какие там конкурсы на левых спортивных игр? Ну, не такие сложные, конечно. Ну, спортивные стафеты такие. Спортивные стафеты веселые, надо сказать. Веселые тарты? Да. В команде там по 6 человек, несколько команд соберется, и они между собой там посоревнуются. Как отбирались эти команды? Составлялись? По желанию. Кто пожелает, приходите. Если больше 6 человек, 2 команды. Так что, кто придет, тот и будет играть. То есть это еще и завтра можно сделать? Конечно. Пожалуйста. Конечно. Дорогие наши пенсионеры, записывайтесь в любом клубе, да, можно записаться по месту жительства? А многие ли из людей этого возраста о вас знают? Ну, наверное, какая-то. Все равно же вы специфическая, наверное, сообщество, вот общаетесь между собой, а рядом, может, в соседнем доме кто-то живет и не знает, что есть вот такое. Может, стихняются узнать? Ну, во-первых, у нас не все вот так сразу приходят и сразу становятся волонтерами. Нет. У нас сначала приходят знакомиться с клубами, становятся активистом клуба. То есть сначала помогают в клубе, и потом уже, если они изъявляют желание и становятся активными, тогда только попадают вот в наше сообщество. Я думаю, вам просто нужны рабочие руки. Нам, конечно, очень нужны в клубах активисты. Так что, пожалуйста, пусть приходят. Мы всем рады. То есть вы весь день там работаете? Да. Мы прямо с утра до вечера работаем. Да, для населения, пожалуйста, сначала приходите, становитесь нашими активистами, а затем уже, если вы пожелаете, если вас заинтересует наше сообщество волонтеров, то... Абсолютно все могут прийти. Все пенсионеры без проблем могут прийти и записаться. Ну, не только пенсионеры. Да, в наши клубы, конечно, ходят и дети, естественно. И для семейных групп у нас очень много мероприятий. Семьи, да. Конечно... Семьям больше делать нечего, как ходить в клуб досуга. Ну, например, выходные дни у нас так и называется проект семейный выходной. Для них, пожалуйста, есть мероприятие. И что в рамках этого проекта происходит? Мы сейчас многое, многое. Экскурсии по городу, экскурсии по Хакасии. И, кстати, нам помогают серебряные волонтеры, выступают как гиды на этих экскурсиях. Они не перевирают. Многие с годами, я по себе слушаю, безусловно, любим прифантазировать что-нибудь. Ну, приукрогасить. И раньше и деревья были зеленее, и трава вкуснее. Очень хорошо подходят к этой работе. Они готовятся. И в библиотеки ходят. И что-то интересное узнают. И нам рассказывают. Ну, и бывают и байки. Бывает, что может кто-то что-то... Даже не от них, а от кого-то. От населения что-то кто-то расскажет. Так, по поводу кто-то решился нам позвонить. Добрый вечер. Здравствуйте, Анастасия и Татьяна. У меня такой вот вопрос. А чем можно заняться в этих клубах? Чай попить. Ну, давайте вы подробнее расскажите. Ну, чем заняться можно? Спасибо. У нас студии ДПИ есть в клубах. Что такое ДПИ? То есть, что-то делают руками, поделки какие-то. Вот красоту вот такую. Цветы, к примеру. У нас настоящие цветы-то живые. Вот они как настоящие выглядят, действительно. Вот буквально в прошлом году у нас серебряные волонтеры делали на День города, делали такие сувениры своими руками. Жарки. Такие яркие жарки. И они как настоящие были. Подарики как-нибудь. В наших клубах можно заняться туризмом, можно спортом, можно просто для общения, ну, вот, прийти, познакомиться и петь, танцевать. Много очень интересного. Люди просто... Тогда можно прийти вон, в ГТК Победа, в какой-нибудь клуб, когда-то южный. Нет, в клуб они приходят, в клубе мы занимаемся, а потом уже идем на концерт, уже в Победу. Мы взаимодействуем с другими организациями без проблем. Да, и в Победе мы уже на весь Абакан все это показываем. Готовимся мы это у себя в клубе. Весь репертуар, там, сценарий, все-все-все-все-все это готовится в клубе. А потом на конкурс. Смотрите, вот в этих учреждениях, которые вот муниципальные, там все-таки профессионалы работают. Ну, например, пению учат, композиторы, хотел сказать, музыкальные работники. А у вас, кто пению учат, Ладу? Тоже. Откуда у тебя учат? У нас руководитель, бывший учитель третьей школы, учитель музыки, да, она прекрасно играет. На общительных началах, да? Да, конечно. Там учитель музыки на пенсии, она вышла на пенсию, и реально было, ну как, дома вроде сильно особо нечего делать. Она пришла к нам, и все, у нее как пошло-пошло, народ пошел, и начали, создали вот этот ансамбль Лада. Лада существует, сейчас скажу, 12 или 13 лет. Да, они поют, они прямо вот этим коллективом, они могут выехать на природу, могут кому-то на день рождения сходить, сходить коллективом, там, в победу даже, коллективом. Они отдыхают коллективом, они уже привыкли друг к другу. Это очень здорово. То есть это вот такая дружба людей определенного возраста. Да, им всем почти по 7-10 с лишним, и они дружат друг с другом уже много лет. Тогда, наверное, господи, Софья Афанасьевна, простите, я сейчас опять немного про смерть скажу. Наверное, для них тогда вообще трагедия, вот они дружили, дружили, но люди уходят. Часто вот у вас такие печальные таблики? Ну, они между собой общаются, они, кто-то, когда заболел кто-то, там, они звонят друг другу, говорят, у меня то-то, то-то, принеси мне там мед, или принеси мне то-то, да, друг о друге, да, друг о друге заботятся, и этим они выживают, они живут этим, потому что у них есть общение. А когда они пережили коронавирус, вот эти все ограничения, когда ваши клубы не работали? Все вот звонили друг, да, звонили друг другу, и, да, реально, кто-то, да, кто-то приносил им мед там с вареньем, чтобы они как-то лечили, они сильно... То есть они не прекращали связь? Они никогда не прекращали связь, да, и они этим выжили, что вот общением. А так дома сидеть один в четырех стенах, конечно, там быстрее всего плохо будет. Ну, да, сами мысли разрушат быстрее. Да, а они общаются, они друг другу звонят, да, реально они, у них очень близкие, хорошие отношения, теплые, и они друг друга поддерживают этим. Как вы думаете, а что мы должны у них взять вот себе в пример, чему научиться еще можно у этих людей, которых, ну, наверняка мы в чем-то недооцениваем, потому что юность самоуверена, средний возраст тем более. Ну, они очень чувствительные, вот... Это уже слабые. Чувственности? Да, не-не-не, они очень чувствительные, они друг друга понимают... Душевные, она, наверное, хочет сказать, что... Да, и душевные, они друг друга... Душевности мы можем научиться. Да, друг друга понимают с полуслова. Мы, наверное, пока еще... Взаимопомощь. Да, да, мы еще молодые, еще не понимаем этого, а они вот, они вот... Наверное, то, что некоторые чувства у них обострены, вот этому, наверное, надо учиться. Так, все, Софья Афанасьевна выходит в эфир, спасибо, Софья Афанасьевна, слушаем вас, а вы додумываете свою мысль. Здравствуйте, Софья Афанасьевна. Здравствуйте, здравствуйте, Алексей Иванович, вы не обижайтесь, вы не обижайтесь. Нет, 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 ни в коем случае вы что. Я не слышала слово такое, нет, не понравилось. А вообще девочкам есть что рассказать. Спасибо им за это. Я была и на Южном Существе, и я вообще хожу в специал. У нас очень хорошая руководитель Наталья Владимировна Зубарева. И коллектив, вы понимаете, это как работа, Алексей Иванович, надо ходить и ходить, например, в секции, да, ну какая-то лесная подуша, ты ходишь с ней с настроением, потом скандинавская ходьба вот эта стягивает. А девочки очень хорошие, я слышу о них, потому что у нас многие живут в их микрорайонах. Они приглашают, кого-то веселят, кого-то выслушают, доброе слово скажут. Им есть с чем поделиться. Это же умницы наши, которые поднимают нам настроение. И дай бог им здоровья, и в работе, чтобы им помогала администрация города. Они очень денежные, поэтому они ничего не могут такого вот пешенебельного сделать. А пригласить на лекцию они могут. Так что мы довольны, например, клубом. Ну, поездки сейчас стали бесплатные, а то были бесплатные. Мы в Тюхо-Кассио объездили, там-там походили, там посмотрели. В музеи бесплатно ходили, это же большое дело, Алексей Иванович. Поэтому я с удовольствием ходу, когда могу, и благодарна этому клубу. Спасибо вам, девочки, за работу, и счастье. Ага, Софья Афанасьевна, не кладите трубку, а скажите, вот вы оговорились, вы занимаетесь скандинавской ходьбой ходите, правильно я понял? Да, я, знаете, там... А, алло? Да, 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 да. Занимаетесь, да? Да, я, понимаете, это очень далеко ездить, куда вы в зону ездите на велосипеде, а мы ходим пешком туда. На 17-м ездим, и когда пентемия была, вот это, это очень нехорошо. Я сейчас на время, вот, на Дре нехорошо. Я на Лермонтово живу, Дрена, и школа 31-я, очень хорошая площадка, нам разрешают здесь ходить, и 10 тысяч шагов мы выхаскиваем. Поэтому проблем нет, ноги-то болят, надо... Но она вам помогает, я вот почему вопрос задаю. Помогает, 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 у меня я вообще наступить не могла. Просто так много пенсионеров именно скандинавской ходьбой? У меня девочки есть, которые, прямо, как вам сказать, они не бросают палки. А я изредка отдохну, потом заново иду. Но стараюсь, стараюсь. Так что спасибо, девочки. С наступающим вас, Софья Афанасьевна. С наступающим, спасибо за звонок. Да, спасибо, уважаемые. Завтра праздник в ВВД. Да, да, да. Вот только факт, кстати, коротко. Разведем тучи руками, нашими молитвами. Да, раздуем, раздуем. Мы сейчас идем на рекламу, хорошо, вы подумайте о каких мероприятиях. У нас останется всего 10 минут, чтобы все это сказать. И у нас есть одно сообщение, я прямо скажу, наверное, печальное. Мы постараемся помочь. Человек, который нам вот написал сейчас ватсап по поводу своей 76-летней бабушки, выйдите с нами на контакт по телефону или напишите, как вас найти, не знаю. Ну, а лучше позвонить после рекламы нам в студию. Телефон 22-41-18. Глядишь, и мы и решим ваш вопрос. Может быть, совершенно запросто. Полторы минуты, да, Наташа, у нас будет реклама? Наташа, режиссер нашей трансляции. Две минуты реклама, и у нас будет 10 минут. Продолжаем наш вечер. Это была реклама у нас в студии Татьяна Сафронова и Анастасия Сарожакова. Татьяна, это клуб «Радуга». Анастасия, это клуб «Чародей». Почему видим все в том числе «Чародей»? «Чародей» надо сделать. «Чародей». Это клубы по месту жительства. В том числе эти клубы занимаются с людьми серебряного водороса. Вот у них жилеты «Сова». Это наш, как, специальный отряд? Серебряный отряд волонтеров Абакана. «Сова» сокращенно. И нам пришло вот такое сообщение, человек почему-то не перезванивает. Моей бабушке 76 лет, пишет он нам, или она нам. Позвоните. У нее нет ни подруг, и она ни с кем не общается, ни контактчик, ни контакт. Видимо, она пишет нам сообщение, вопроса дальше нет. Как, может быть, ей помочь? Ну, давайте расскажем, как помочь, если бабушка ни с кем не общается. Может быть, она даже не знает, да? Да, может быть. Если она ни с кем не общается, значит, действительно, многие же вот просто сидят, сидят в телевизор, смотрят, 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 и очумевают в итоге от этого телевизора. Что надо, вот внук или внучка, что вы должны сделать? Что он должен сделать или она? Внук или внучка, она, да, или он, должны прийти с ней к нам в клуб, у нас семь клубов, и попросить нас записать. Запишите, пожалуйста, мою любимую бабушку в ваш клуб, а мы уже предложим. Может, предложим. А как узнать, где, есть ли там, где она живет, этот клуб, или нет? Это куда звонить? Это старости звонить? Куда обращаться? Ну, у нас тоже есть телефоны, клубов по месту жительства, пожалуйста, звоните. В интернете они есть? Везде есть. Везде во всех мессенджерах можно найти. На сайте администрации города. На сайте, конечно. Проходите на сайт администрации города, вы молодые люди, как я понимаю, если про бабушку, значит, с интернетом на «ты» и там. Мы подскажут, куда перезвонить, в каком районе живете. Мы подскажем, в какой клуб обратиться, пожалуйста. Стать активистом. Потому что наверняка не одна такая бабушка. Конечно, их много. И многие наверняка не знают, что можно вот так просто пойти. И давайте скажем, что за это не надо платить деньги. Нет, 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 абсолютно бесплатно. Чтобы пользоваться, так сказать, клубом. Абсолютно бесплатно. И можно найти новых подруг, других. А можно и дамы еще выйти, чем чок не шутит. Да, да. Ну вот. И вот в преддверии дня пожилого человека. Да, о мероприятиях мы не поговорили. Да, о мероприятиях мы не поговорили, да. У нас, конечно, подготовлено несколько мероприятий для них. Пожалуйста, приходите. Мы участвуем в мероприятиях, например, серебряные волонтеры. Например, в зоне отдыха у нас еще будет первого числа туристические там маршруты будут проходить. А если дождь? Да, ничего страшного. Зонтик. Да, под зонтик там плащики. Плащики. Да, плащики и гуляйте. Пугробите вы наших стариковых. Не, не, не. Потеплее одевайтесь. Дышать воздухом тоже очень полезно. Да, одежда по погоде и все. И термот горячим чаем. Да, да, да. Поездки у нас для старшего поколения в эти выходные будут. Куда поедем? В Бородинскую пещеру. Так, вы их еще и закопать, на муровать захотите. Зачем в пещеру-то? В Сайногорский ботанический сад. Ой, там шикарно. Тартога, ГЭС, в эти выходные у нас поездки. Тартога, ГЭС, Бородинские пещеры. Завтра в АДМ концерт. В 3 часа. 12 часов спортивные эстафеты. Спасибо. Да, первое, второе. И третьего еще. И еще 3-го числа у нас будет мероприятие в клубе «Радуга». Для старшего поколения. Это у вас на торговой, да? Трудовая. Трудовая 43. Трудовая, да, да. Для них будет подготовлен праздничный, ну, поздравительный такой, небольшой вечер. Золотая пора. Чаепитие, да? Чаепитие, да. Как мило. Для них будут дети выступать. Так что желаем, чтобы они пришли к нам в гости и посмотрели. Слушайте, вы сейчас тебя разрекламируете. А если к вам сильно много придет, справитесь? Конечно, справимся. Конечно, справимся. Желательно, чтобы они нам звонили, потому что наши клубы не такие большие. Ну, в любом случае, пусть приходят. Мы обязательно запишем. Да, по сменам можно разделить. Да, кто-то из 10 до 11, кто-то из 12 до 12 до 12. Да, да, да. И запишем. Слушайте, а вам правда, кто помогает-то? Вы по одиночке работаете? Нет, мы же... У нас одна организация. Одна организация. Все сообщат друг другу, помогают. Муниципальное бюджетное учреждение культуры. Городской общественно-культурный центр по работе с населением по месту жительства. Вот такое длинное название у нас. Нет, ну вот вы у себя там в районе Наутилуса, вы одна? Ну да. Ну вот, а к вам пришло 48 старичков. У меня же Лада есть. Если потребуется ей помощь с другого клуба, придем, поможем. А в это время в другой клуб тоже 56 человек. У нас тоже есть. Мы можем у меня в Чародеи посидеть, чай попить пару часиков, потом через пару часиков поехать в Радугу. Слушайте, я хочу такую работу, въездить из клуба в Куб и пить чай. Да, в Радуге два часа посидели, чай попили, поехали в Огонек, в Огоньки. И пару часов, почему бы нет? Ну, бабушки, разбите меня в свой клуб. Директором всех семи клубов. Люблю руководящую работу. Приходите. Да, замечательно. 22.41.18. Люди Серебряного, чуть не сказал века, поэта Серебряного века, да. Анна Андреевна Ахматова. Кстати, а вы проводите литературные какие-нибудь вечеринки? Конечно, конечно, проводим. А вот что они читают? Они вообще увлекаются современно? Или вот все, в сериалах погрязли? Нет. Ведь не секрет, наше старшее поколение очень любит теперь слезливые сериалы. Нашли себе наркотик такой. Нет, нет, я не соглашусь с этим. Читают? Да, они читают. Вот это поколение, которое всю жизнь читало. Вот они читают до сих пор. Они еще ходят по библиотекам. А дети? А, ну дети, да, это другой вопрос. Дети, когда с ними взаимодействуют, тогда и тоже начинают читать. Если поговорят... Не даже кто-то сказал, что вот по обществу судят по тому, как оно относится к старикам и детям. Да, да, да. А они часто к вам жалуются? Нет? А вообще не жалуются? Нет, вообще никогда не жалуются. Вообще не жалуются. Но вы-то, наверное, видите, как-то человеку трудно, или ему надо помочь, а сам он не говорит об этом. То есть вы можете вот как работать, ну, чуть-чуть психологом? Ну, конечно, естественно. Ну, конечно, мы понимаем, да. Если человеку плохо... Ну, по глазам же видно сразу. И сразу отдаёшь своё тепло, и люди сразу понимают это. Надо просто пообщаться, поговорить с человеком. И через минут 10-15 ты видишь человек совсем другой. Пришёл с одним лицом, а ушёл уже с другим довольным, счастливым лицом. Потому что пообщался, потому что согрели, теплом своим. Вот знаете, у меня давно есть идея, но она как-то не осуществляется в нашей газете. Люди позвонить могут, пожаловаться могут. А написать в газету не хотят. Сделать страницу «Пенсионерская правда». Помните «Пенсионерская правда»? Да, да. А мы давайте делаем «Пенсионерскую правду». Чтобы они писали заметки о том, чем живут, что чувствуют, как живут. Конечно. Истории свои. Давайте через ваши клубы, что ли, это попробуем сделать. Давайте попробовать. Заставляйте их писать. Это кажется, что сначала это как бы тяжело. А это же стоит только начать. Из них столько историй можно, так сказать, выцедить. И это же и опыт, и наставление для людей. Ну и вообще учатся на чужих. Они могут даже о своих ошибках рассказать. И это будет смотреться не смешно ни в коем случае, а поучительно. Да. Готовы, дамы милые, помогать в нашей газете «Абакан»? Конечно, готовы. Клуб «Радуга» и клуб «Чародеи». «Чародей». Я уже «Чародеи» называю. Ну а правда, вдруг у нас получится. Я знаю, примеры вот таких рубрик. Даже газета есть такая, ну там на севере Архангельска, где-то там в той России западной. И очень популярная. И люди как к родной маме ей пишут. Сделаем такое что-нибудь в Абакане. Давайте сделаем. В общем, я вместо вас, вашей работы, быстро, как еще тот человек, ушвы, свою работу. 20 секунд поздравьте наших старичков, ветеранов. Поздравляем наших дорогих, любимых, старшее поколение, бабушек, дедушек, женщин, мужчин. Всех, кто считает, что это их праздник. Вот всех их мы поздравляем, очень любим. Долгих лет жизни. Спасибо вам большое, что пришли. С днем огненных сердец, как мои говорят, с днем огненных сердец. Они не говорят вот именно, ну другое слово. С днем огненных сердец. Пусть ваши сердца всегда наполняются душой, теплотой и огнем. Спасибо вам большое. Счастья. С днем огненных сердец.